Значит, автоматический пистолет – это такой пистолет, который очень сложно взять в руку и из него красить, да, Владимир Владимирович? Вот, в области применения начинаем. Автоматические краскораспылители. Ну, первое, что хочу сказать, где они востребованы, где они применяются, где без них не обойтись. Это все системы автоматизированной окраски, автоматизированной и роботизированной. Здесь есть отличия, значит, под автоматами обычно принимаются станки окрасочные, робот – это более интеллектуальная система, обычно применяемая для окраски более сложных изделий. Вот здесь вот на первом складе, значит, станки для автоматизированной окраски. Вот этот вот слайд – это самый, можно сказать, недорогой станок для окраски плоскостных изделий. Поганаж, короче. Нет, не поганаж, именно не поганаж, а именно плоскостных изделий, как вот здесь вот панель, такая вот стеновая панель, иногда это деревянные ламинированные панели окрашиваются. Работает таким образом широкая лента, которая продвигает изделия мимо установленных в ряд краскораспылителей, которые окрашивают сразу широкую полу. Распылители используются либо с премораспылением, либо, если толщина, требуется большое безвоздушное распыление, более предпочтительное для оборудования такого типа. Не было перепыла. В основном, реплику, важно, понимание, куда это, например, активно можно использовать. У нас в свое время очень хорошо продавались комплекты высокого давления, то есть насос высокого давления, автоматические пистолеты высокого давления, подобные камеры, когда всех достройщиков, пик, не пик, вот этих всех ребят обязали свои придомовые территории оборудовать детскими площадками. И тогда был огромный бум на производство этих строительных площадок, детских площадок, да. И все бросились красить эти детские площадки, красили их водниками, потому что там по нормам считается, что водники более экологичные. Дети должны экологичного детскому лазить. Как он кусать начнет, конечно, не то, что надо, а будет кусать. А вот эти материалы все густые, и низким давлением их наносить очень сложно. Поэтому вот одно время был организован и скачок продаж вот этих комплекта для детей. Это самый, можно сказать, недорогой тип оборудования, автоматизированной окраски, поэтому его очень часто выбирают у тех, кто это производит. Второй тип, следующий по популярности, вернее, даже у Москвы более популярный, это станок для окраски ганажа. Именно уже здесь леточка менее широкая, потому что сами поганажные, это просто вытянутые такие вот изделия. Там доборы всякие, да, доборы, там, фрунтуса, фрунтуса и все такое. Здесь идеология немножко другая. Да, эта лента протаскивает изделие, но она протаскивает мимо установленных в ряд уже краскораспылителей. Вот они здесь. Вот один, второй, их там до шести иногда бывает. Вот, они расположены под разными углами, на разном расстоянии от изделия и окрашивают со всех сторон, да. Система интеллектуальная, они включаются не одновременно, здесь они включаются одновременно все. А здесь они включаются по мере, тогда, когда прохождение вот не окрашенного участка вокруг, это и отключается тоже. Вот, и происходит окрашивание достаточно сложных изделий. Здесь, вы понимаете, блин, или доборы, они бывают с выключенными такими поверхностями, бочинки надо окрасить. Вот здесь это, в принципе, вы понимаете, это родственник того, что мы видели на предыдущем слайде. Это станок для окраски труб, вот, но здесь движется не труба, а движется сама окрашивательная головка. Вот у меня такой длинный, такой пандус, вот, и она проходит мимо вращающейся трубы. И это происходит окраска одним, в данном случае безвоздушным окраскоразгулителем, потому что окраска труб это все время вязкие материалы, толстые слои, защитные, там, это не декоративные подкрытия, а защитные, конечно, в свою очередь. Вот, и вот так это выглядит. Ну, этот слайд привели, чтобы понять, что эти станки автоматизированы. Ну, чтобы надавать вам варианты, где это можно, да. А здесь мы видим уже применение, применение декоративной окраски граммах. Ладно, хорошо. Вот, как это выглядит? Это, опять же, конвейер, на который установлены изделия, в данном случае это какие-то, наверное, баночки, там, я так понимаю, вот, которые при проходе мимо краскоразгулители, их и обычные несколько ставят, по отравнению, да, 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 вот он еще там, что-то снизу, вот, здесь вот окрасим, вот, проходит, они еще и вращаются, там уже. Ну, в данном случае это самое вот простейшее... Говорят, говорят. Алло, вопрос вам? Это вот из той же, из той же серии, я тут побольше картинок таких привел, потому что, ну, как бы увидел, вот у нас. У нас есть на сортименте, вот такой же вот привод, там точно такой же краскоразпылитель. Да, только другой, только лучше. Лучше. А дальше мы переходим уже к другому пласту. Устроить, где используются автоматизированные краскоразпылители, это роботизированная окраска. Это оградочные роботы. Ну, во-первых, они есть в стандартном виде, ну, самые, самые брендовые, это, кто у нас. Ну, фанук был, фанук сейчас в России, я так понимаю, сильно не поставляется. Ну, есть. Ребята, которые поставляли фанук, сейчас колосаки поставляют. Ну, тоже неплохо. Фанук и китайские есть какие-то тоже, китайские. Вот, устанавливаются таким образом, один или два устанавливаются краскоразпылители, в зависимости от изделия. Если там изделие более изящное, то одного попадает в фанук, если это плоскостное, что-то там есть, то устанавливаются парами. Парами они устанавливаются. Ну, это, конечно, более продвинутые системы, и под эти устройства есть варианты комбинации краскоразпылителей, которые более удобны для установки на роботы. Об этом поговорим чуть позже. Вот. А это вот тоже вариант интересный. Это, фактически, это тоже робот. Почему? Потому что здесь есть возможность запрограммировать его перемещение, его позицию. Но здесь робот такой происходит, там вот ферма, удобнее, наверное, будет следующий слайд показать. Вот. То есть здесь есть крепление такое, вот эта штука, траверс, она может вот так вот двигаться, и по ней может двигаться. То есть в двух измерениях происходит движение. Но мебельные фасады чаще всего именно вот в таких вот камерах. Мебельные фасады, да. И здесь есть возможность отдельно крашивать, позиционировать вот эти все выфрезерованные проточки. Вот эти вот отдельным цветом, обычно там золотом, серебром пытаются покрыть тонким факелом. И когда изделия есть в разном, очень проблематично это сделать именно на автоматических станках, а роботизированные с этим справляются. Как мне рассказывал, продавец краски в Чечне, а в них продается только две краски. Золото и слоновый пус. И коллеги, я еще хочу обратить ваше внимание на то, что мы продаем красочное оборудование. Это то, что ставится в руку робота, в руку манипулятора. Мы не продаем роботов, мы этих роботов, в общем-то, не настраиваем. Мы можем поучаствовать в настройке, соучаствовать в настройке роботов. Но в любом случае должен быть... Производитель этих роботов, производитель окрасочных станков, мы берем пистолет и суем руку робота. Робот ее хватает, все. Потом спрашивает, что мне с ним делать. А вот что и делает робот, он говорит оператор робота, которого настраивает. Понимаете, да? Большой, как бы, добавок там сказал, уважаемый Николай Борисович, значит, наша еще зона ответственности – это система подачи. Подача и краткая, воздуха, подача, а, естественно, задвижение, за программой, программирование робота как такового, что является важнейшей частью. Конечно, у нас нет компетенции, потому что и робота разные. У нас нет лицензии на убийство? Продолжаем разговор. Продолжаем. Значит, ну, теперь конкретно к матчасти. Основные и базовые, да, краскораспылители, которые мы сейчас продвигаем, это Согола. И нам досталось на этапе развития, у Согола достаточно путь к развитию модельных кредов. И нам вот достался для продвижения уже вариант ВИ-4000. Самый новый вариант, надо сказать. Самый новый вариант. Ну, как производитель, в первую очередь, отмечает, отмечает о том, как одно из преимуществ, они совместимы по системам распыления, а это воздушная голова и Согола с линейкой. 4400, это ручные и 4100, ручные распылители. Какая же история была на девелописе, где GTM Pro-Line были соотвещены все вот эти пистолеты? Ну, на самом деле, это очень удобно. Это очень удобно, потому что мы знаем, как работают все эти воздушные головы на ручных пистолетах. И, по сути, мы можем те же самые ручные технологии воспроизвести в автомате, потому что 4100 – это чисто индустриальная серия, и это, соответственно, тоже индустрия. Очень удобно и, безусловно, меньше складов. И очень часто на производствах комбинируется, то есть нет, ну, очень мало таких. Вот только автоматы, да. Есть какие-то участки, где выполняются автоматические функции, там, поганаж, прокраска, да. А где-то еще рядом окрасочный участок, где ребята стоят с пистолетами, с ручниками, что-то там подкрашивают, докрашивают, какие-то мелкие части делают и так далее. Поэтому это очень удобно. Имейте в виду, что очень мало там, где только автоматы и все. Как правило, это и так, и так. Вы понимаете, что иголка здесь всегда своя, у автоматов у иголка другая. Прямо там вверх нельзя предложить от ручного пистолета сюда, потому что... Когда вы иголку устанавливаете, надо вот устанавливать. Есть такая недекларируемая особенность, что вот это прижимное кольцо для автомата V4000, оно короче вот в этом вот расстоянии, чем с ручных. Но это именно да, она делается там в скобочке, в университете. Автомат вот эта часть, она ровно такая. Вот. И хочу добавить, что в принципе она для автоматов, да, это распыление такое же, но плюс к этому они еще больше позволяли делать. Почему? Чуть попозже. Значит, варианта базового производителя предлагает два. Это стандартный вариант с креплением вот на такой штырек. У него диаметр, по-моему, 14. Вот. Он вставляется в держалку, закрепляется винтом. И особенность такая, что здесь можно, допустим, если два распылителя стали, их можно поставить ближе. Одно из преимуществ тоже производитель заявляет о том, что здесь все разъемы вынесены на одну сторону. То есть их можно поставить близко друг к другу, очень близко. На роботах я видел, вот наш партнер ставил два таких распылителя, рядом с Модусом очень красиво. То есть они вот эти штырки вот держатся и стоят бочками прямо, прям как бы рядом. Это делается даже не для того, чтобы было красивее красить одновременно. Просто на разные распылители, может быть, заряженная, разная краска. И чтобы не переходить с одной на другую. Да, в лакон. Делается так. Потому что робот в первую очередь ставится тогда, когда нужна скорость. Большой поток, и надо, теряя время, достоинно повторяя. Поэтому даже вот эта смена цвета на роботе, она зачастую критическая. Ну, это эффективность, да. Потому что задержка без солнечных. Это надо открыть, и это надо попрыгать. Ну, когда у вас надо по гонаже прогнать нам, там, 5-6 километров, например, за смену, да? А попробуйте нам такого маляра найти. Он, конечно, может это делать, ведь? Там люди с умом, конечно. Когда вот оборудование автоматизировано, когда выходит из строя, но это все. Это беда полная. Потому что руками это прокрасить невозможно. У нас два типа. Это первый, как говорят, держал. И второй, это, ну, производитель его позиционирует как на роботах. На самом деле здесь надо понимать, что это просто с платформой, скажем так. Нет. Та же самая головка, хотя она, наверное, отличается вот здесь, но она рассчитана на возможность быстрого отсоединения от станка окрасочного. Значит, если мы откручиваем вот это вот соединение, это резьбовое режим, то можно вот эту вот головку отсоединить очень быстро. При этом все материальные шланги, воздушные шланги, настройки все остаются так, как будет. Ну, я знаю, это люди любят, когда у них висят эти пистолеты, они откалиброваны под своим углом уже настроенным. И что-то с одним пистолетом включается, а у них, допустим, есть запасная вот вверх часть пистолета. Они ее чекунько отсоединили, подставили в другой, продолжают работать, и они отнесли в первую секунду. Да, все материальные начинают разбираться еще с пистолетом, а процесс не прерывается. Да, потому что конвейер – это такая штука, если он в одном месте что-то останавливается, останавливается и все производит. Вот так вот. А в первом случае это надо было все бы шланги снять, снять бы этот пистолет. Снять бы этот пистолет. Ну и, в принципе, для промывки, да, если вы там какой-то периодичностью промываете распылитель, это очень удобно. Отсоединил. Они дороже, безусловно, они дороже, но, тем не менее, и один, и второй вариант работы. Это у нас основная серия V4000 была. Это как бы вот она, это самая рабочая лошадь такая, на которой мы все ориентируемся, причем очень хорошего качества. Новый пистолет, который вобрал в себя много интересных как бы и решений, всяких технологий. Да, когда, например, на предыдущих там моделях говорили, а вот хорошо бы так в пистолете, хорошо бы так. Здесь уже это, по сути, все учтено. Вплоть до тех мелочей, что вот трубки из одной стороны там торчат, это тоже очень хорошо. Если у нас, если пистоголка в диалоге своей произросла из ручных пистолетов низкого давления, то, соответственно, качество окраски у этих пистолетов очень высокое. Ну, чуть-чуть попозже его, поскольку у нас здесь получится в этих условиях, попытаемся раскрутить, чтобы вам показать. Раскрутить, да. Ну, сколько, насколько это возможно. До винтика не будем, но получится. Значит, дальше идут фирмы интересные, Сагула, и у них есть в ассортименте автоматы, тоже, которые автоматические краскоспилители, которые, ну, занимают более узкие ниши. Но иногда это очень интересно. В частности, Сагула Мини-Вэн. То есть это очень компактный краскоспилитель. Их ставят для маркирования, для каких-то изящных окрасок, там, не знаю, фурнитуры. Мелкие детали. Они тоже позволяют ставить очень близко друг к другу. Видите, да, что-то он вот такой у него. Это вынесено все. Вот, специально есть голову воздушную с тонкими факелами. Вот, то есть это есть. Если говорить по аналогии, раньше у Ливилбиса это была 460-я серия такая. И ее брали редко, но когда ее брали, ее брали десятками. Потому что она для маркирования труб. Ее брали. Смотрите, вот в этом пистолете, в основном, у нее дюзы начинаются от 0,8. 0,8 и до, по-моему, 2,8. Вот у этого Мини-Ка дюзы начинаются от 0,3. Вот. Это вот как бы именно к тонкости, да. Если где-то что-то надо, то, ради бога, как бы такие распыления есть. Они действительно редко используются, но там, где она нужна, по сути, уже даже не особо обращают внимание на цену. Потому что там важнее на первый этап выходят технологии, как это все дело решается. Давай, В2. Следующий В2-ПД – это пневмораспылитель, но с внутренним распылением. Я вот сюда вставил, чтобы еще раз напомнить, что здесь два типа пневмораспыления. Внешне – это все, о чем мы ранее говорили. Фактически это распыление, где краска встречается воздухом вне самого устройства. Здесь же это внутреннее распыление, а здесь воздух встречается с подаваемым материалом внутри вот этой головы. И за счет этого для распыления требуется меньше воздуха, он может отпылять более вязкие материалы. Но, безусловно, капля будет грубее. То есть это для нанесения очень вязких покрытий. Например, дорожные разметки, разметочными машинами. На самом деле, где вязкие, допустим, какие-то защитные покрытия, вязкие, иногда это может играть очень хорошо. В ассортименте есть. Пока просто на словах скажу, этим не ограничивается абсолютно ассортимент автоматов у компании «Сагулы». У них есть предыдущая модель «Вестием», у которой вот эта передняя часть сделана из нержавеющей стали. Из нержавеющей стали. Нержавеющая, это было такое, как я говорил. Не делал мы порошковое. Да, для ясности, из какой стали из нержавеющей. Вот. И мы еще вернемся к этого автомата высокого давления. Но это чуть попозже, там будет специальный слайд. Пока мы по пневмораспылителям. Значит, здесь у нас представлено то, что мы предлагаем. Как бюджетный вариант. Бюджетный вариант. Недавно появилось у нас. Это как раз к распылитель. Штайр. Штайр. Это фактически калька распылителя и вата. И вата, да. И вата или как Хадькова делает их кауни. Кауни. Как раз, распылитель автоматический. Да, 20 ка. Означает. А вэ, а я не знаю. Тоже, наверное, автоматический. Это на японском. Да, на японском. Вот. И здесь вот рядом, немножко не по теме, но все равно это тоже Штайр. Это распылитель безвоздушного распыления. Значит, он базово приходит под стандартную распылительную бюджетную таблетку стандартную. Стандартную для китайцев. Ну, стандартную для... Да, но тогда сюда можно накрутить наш обычный соподержатель семь восьмых и ставить наши поворотные... Да. Дорогое решение для автоматизированной... Вот. Труп каких-нибудь, которые там на картинке были. Вот как раз вот эта вот тема. Или вот эти там потолочные панели люди красят. Ну, на самом деле-то у фирмы Согола есть и свой. Твоя линейка оборудования высокого давления, вот она на этом слайде показана, это Согола Микс ВиС. Естественно, конечно, вопрос самый, если китайцы стоят сорок пять, то в области, наверное, двадцать тысяч. Тысяч сто двадцать. Ну, да, не, не сто двадцать, он будет до шотни, это точно стоить. Ну, продавали, все эти модели продаются, ну, вот это вот чаще, это достаточно эпизодически. Ну, показалось, как они... В основном, если без ладошки, там китайцы вполне нормально будут работать. В комбинасте, конечно, альтернатива Соголы пока пока. Ни у ручных пистолетов, ни у автоматических, да. Главное, что у нас сказали, что Согола сама, ну, как бы, юзер под Согол, вот у меня вот есть информация такая, что они приобретают приставочки, естественно, на стороне, это требует для их составления специализирования, но, видать, у хорошей компании, их, по-моему, несколько в мире, прилетает, и вот это вот, вот это, они туда, короче, сами впаивают, вот, то есть у них достаточно глубокий, как бы, уровень производства всего этого дела. Ну, за счет этого, наверное, и они выигрывают, немного выигрывают по цене, они все-таки конкурентны. Конкурентны, да. В Юбисовске-то вообще были, в Миксовске, там был космос какой-то цена, это фактор очень такой серьезный. То есть они примерно, как бы, трансиграбы у нас были, Соголы там приличные, до всех этих событий наших. Ну, короче, вот этот Согола Микс В7, она у нас складская позиция, мы, как бы, держим на складе, даже не хватает, да. Востребовано очень, да, достаточно востребовано, потому что, действительно, это, наверное, сейчас один из немногих комбинированных пистолетов автоматических, которые можно найти на российском рынке. Да, потому что Кремлик что-то возит, но там срок поставки от полгода и цель их просто, космос. Грака нету, Вагнара нету, Боевата, по-моему, комбинашка есть, какая-то совсем как разница. Вообще ни разу не видно. Вот как комбинашку не видно, вручники? Видим? Не видно. Нет, я установил. А она есть. Да, я установил. Я установил, если я ее спинирован, а вот есть у них автомат какой-то? Есть, и понял, поехать. Наверное. Хорошо, значит, с этим, с этим, с этим, разобрались. А, вот. Теперь, теперь у нас вот этот вот слайд сделан зачем? Чтобы, ну, как бы, логично выйти на обсуждение того, что же такое автомат, по сути, чем он отличается от ручного раскраспылителя. Кроме того, что у него нет ручки. Да, кроме того, что название другое. Первая очередь, это возможность дистанционного, управления включением и отключением режима окраски. Потому что он устанавливается в таких вещах, куда рукой не залезешь, да и просто устанешь там, не знаю, 24 часа включать и выключать. А что, постоянный вопрос, зачем вот этот еще один дополнительный вход воздуха? И даже на безвоздушном распылителе автоматическом тераме есть вход воздуха. Надо, если мы лично еще покажем. Он обычно обозначается, ну, у нас в англое... R буквы R. Нет, не R. Цилл, цилиндр. А, цилл, цилиндр. 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 окраски, потому что там нужно в процессе прохода изделия изменять и величину атомизации, и ширину факела, потому что изменяется расстояние до объекта окраски, интенсивность окраски изменяется. Да, да, да. То есть можно изменять... Все это как бы автоматизировано. Что можно изменять? Уровень атомизации, то есть давление на эту голову, ширину факела, и интенсивность подачи краски. То есть все это может изменяться дистанционно. Мы можем подстроить, и это очень важно видеть, что слой тонковат. Могу рассказать историю, что вот эти вот основные структурные роботы в России, да, ребят, Sigma-роботы, они любили очень ставить на своих роботов вот эти вот, ну, не вот эти, а ходьковские пистолеты. Как заточки дисковые. Да, просто как бы дорогущие роботы, на него дешевый пистолет, потому что они просто не хотели заморачиваться. Когда мы в этом ничего не понимаем, все равно в распылении нам, что проще всего нам поставить, то мы и ставили. И огромное количество роботов потом мы ставили нормально туда пистолеты. Ну, раньше Ду Вилдос, сейчас вот заголовские пистолеты ставим. Благо там есть компетентный человек, который эти роботы настраивает, и он очень в свое время любил Ду Вилдосовские пистолеты, сейчас полюбил заголовский пистолет. И это открывает огромное количество возможностей, как бы, конечному пользователю. Потому что, ну, вот таким пистолетом на роботе, ну, это не знаю, это как бы, даже не знаю, с чем сравнить, как бы, купить. Смысл такой. Если мы берем купить Роуз-Ройс, и в нем возить овец, да, как в анекдоте. Если мы берем, например, обычный ручной пистолет, да, у нас же из воздушной головы как бы два типа воздуха. Это воздух, который у нас на факел идет, в рожках, да, он плючит нам факел. А центральное отверстие нам дает воздух, который нам разбивает краску. Вот. И в обычном ручном пистолете, когда мы под ручкой регулируем подачу воздуха, он нам, собственно, дает воздух и туда, и туда. Потом мы отдельно регулируем только факел, больше-меньше, а количество воздуха вот отсюда мы не можем регулировать. А здесь как раз есть отдельно вот это регулируется, отдельно вот это, потому что нам когда-то нужно больше, когда-то больше нужно разбить, да, мелкую крошечку, большую крошечку, больше подачи, меньше подачи. И факел тоже нужен в разные случаи, разные. Одно дело, например, он красит плоскость робота, потом он перешел, например, на стойки автомобиля, маленькие, они узенькие, да, или стулья, сразу сам факел заужает. А как заужает? Просто воздух меняет, как бы запрограммировано, уменьшение или утение воздуха. Изменил воздух, он и факел уменьшился, херак, стойки прокрасят. Извиняюсь, конечно. Вот это вещь, конечно. Очень полезно и отличительное от ручной коллективной инструкции. Расскажу так вот, быстренько расскажу небольшую историю. Прям на заре, когда вот я только столкнулся с этими автоматами, когда была линейка The Will Bees АГГ, и была задача нанести мыльный раствор, мыльный как бы раствор от выцелов, так называемых, на производство кирпичей. Кирпичей. И идет вот палета огромная, это вот такая вот ширина, и, значит, надо туда нанести мыльный раствор. Он может быть слабо распылен крупными каплями, но вот очень широкий производитель. Поставили АГГ, и вот изменяя комбинацию воздуха-распыления, там чуть-чуть воздуха-распыления надо было давать, но побольше давать на воздух, на ширину факела, там два канала уже, как мы уже говорили, все-таки вот такой факел, который буквально набрызгивал на всю эту палету, ну, возможно, вот эта вещь, этим надо пользоваться. Ну, то есть, да, есть такая история, что вот использование автоматических пистолетов, роботов, оно может быть настолько неожиданное и настолько многогранное, что ты никогда не угадаешь, куда это вообще может быть использовано, в чем мы там только не красили, и керамические наконечники, на сигарообразные изделия, которые в настоящее время очень востребованы нашей страной. И сейчас красим. Это еще во времена Сирии было, тогда, женщина, вспомнила, звонила из одного города, закрытого, говорит, вот мы купили робота, на нем стоял как раз тайковский пистолет, который он очень сильно не устраивал, говорит, докрасим, мы керамическим конечникам. Это конусная. Здесь много краски, здесь мало получается, надо, чтобы это было все равномерно покрывалось. Ситуация такая, что спрос на наши изделия все больше и больше, красить нам надо все больше и больше. не будем на этом акцентировать. В общем, это 1А из отраслей, безусловно, как бы очень хорошо и широко применяется. вот как бы слайд уже немножко по конструкции. На самом деле эта конструкция, она и можно осматривать как типичную для автоматических красных плитей, такая же примерно будет и у Штайра. В общем, практически другую. Вот вид сверху носогол такой, вот здесь вот стандартно он приходит вот без этого фитинга, это подача воздуха на регулировку ширины факела. Вот. По центру идет это включение-выключение уровень сигнала. Уровень сигнала должен быть порядка там 4 атмосфер, чтобы отжать пружину стеклы. То есть это как крючок спусковой, нажимая на пистолет, вот это как бы воздух подается. А мы по-английски одинаково изучить, триггер это и курок. Да. Вот. Это подача основного воздуха, атомизация, если это заглушено, мы пользуемся ручным изменением ширины, это общий как бы воздух. Если у нас здесь идет отдельное, это просто загручивается до конца, полностью перекрывается, либо есть специализированная такая заглушечка, чтобы не торчала вот эта ручка из клея. Но в принципе можно ее закрутить полностью. Это вот то же самое. И вот подача, подача краски, подача краски, это прямая подача, допустим, и на самом деле их можно перестать, это абсолютно не принципиально, они все входят в одну область. То есть выход может сразу стать входом при нашем желании. Да, подключают. Вопрос следовательно подключают, иногда параллельно подключают. Смысл такой, что если мы возьмем, вы все знаете, работаете с красками и гнетательными баками, краска по шлангам проходит к пистолету к ручному, и на этом все, собственно, заканчивается, конечный. Здесь то же самое можно пистолет поставить, один, если пистолет стоит, от бака или от насоса к ним подходит краска и заканчивается. Но иногда есть, как на автозаводах КПО, например, когда большие бочки, краска идет по трубам, сразу к нескольким пистолетам, и не будешь в фланг к каждому тянуть. Вот, поэтому есть вход, есть выход. То есть циркулирует как бы краска через пистолет. Пистолет берет на себя часть краски, которая ему нужна для распыления, а остальная идет дальше по кругу и возвращается на циркулятор. Или если на циркулятор, то есть материал, который крепится, циркулятор. Я читал. виталий. Можно просто подать и забыть, а можно через него пропустить, он возьмет, сколько надо, распылить, а дальше на следующий пистолет. или опять в КПО там бочку сольется, опять размешается, опять податься. К этому, конечно, если у нас есть система, она даже может в рабочем режиме не циркулировать, но это все время очень удобный способ промывки и перехода с цвета на цвет. Если у нас есть необходимость частого перехода с цвета на цвет, то можно рекомендовать использовать подбор насоса. Если у нас четыре пистолета подсоединены, а насосик у нас клапы, то последний пистолет будет доходить. Важна еще схема подключения. На самом деле рекомендации подключения мы спокойно тоже можем выдать, но нам нужно четко техзадание. Например, как Андрей Анатольевич говорил по поводу детских площадок вот этих, да, они часто многоцветные, там, 4-5 цветов, например, красненькие, синенькие, желтенькие, и это может делать один пистолет, но при этом нужна рециркуляция, потому что засунули панелечки синего цвета, он их прогнал, а потом, например, желтенькие пошли. Открыли кран, включили растворитель, растворитель прогнал, эту старую краску вычистил, подали там следующий желтенький цвет. Прошло желтенький цвет. Очень много продавались, потому что как раз если в право. Ну, естественно, плохо промыли. Селенская тоже не слабая. Веселенькая. Вот, поэтому нужны пистолеты с рециркуляцией, такие, так называемые, с рециркуляцией лак-красного материала. Это отверстие тоже есть, пистолет полностью для этого готов. Продолжаем. Теперь вот эта картинка тигра в разрезе. Наташа, тебе пока все понятно, все хорошо? Значит, что мы здесь видим? вот функционально этот узел распыления, он стандартный для с ручными распылителями, узел воздушного клапана и узел управления картинка такая не очень нервная. Вот здесь вот пневмоцилиндр подается в воздух вот сюда, вот в эту часть и он отжимает. То есть не рукой сжимает на бурок, а на счет жертвого воздуха сжимает. показать. Ну, сам можно не вынем, вот это вот откручивается в задней части. Вот это вот прижимается подпружиненная такая втулка, она вот как раз прижимает вот иглу. Игла вынимается спокойно, поэтому можно снимать, не разбивая никакой распылитель, естественно, но это уже норма считается. И дальше там вот пневмоцилиндр. сейчас спрашивают вопрос, почему нельзя сделать какой-нибудь электрический импульс подавать и открывать. Но это все связано с потенцом и с взрывопозаропезопасным. пневмоцилиндр. Но только это никому не враг. Значит, уплотнение материальной иглы здесь меняется с передней части, тоже не требуется разборку, сюда не кладку такую снимать. Откручивается прижимная втулочка и заменяется пластиковый уплотняющий элемент. Короче, удобен в обслуживании. Ну, кстати, на самом деле максимально удобен, потому что мало уплотнения это, конечно, огромный плюс, потому что тех, где Девилбисы и Диалоги нет. Да, да, да. Вот нет воздуха распределительного кольца отличается. То есть, уплотнение иглы это такой расходник, который необходимый медь. Ну, достаточно стабильно работает. Если он перестает работать, вот здесь есть два отверстия, из них что-то потечет. Но, скорее всего, на этапе промывки, потому что это самое эсперязкое будет. Скорее всего, она интенсивно будет протекать. Ну, и сразу понятно, пора менять уплотнитель. Что мне еще нравится здесь? Значит, во многих распылителях очень важный момент это уплотнение между корпусом и соплом. если каким-то причинам забыли закрутить, забои какие-то, загрязнения, то краска идет и идет воздушный канал. Да, это лечится, но это морок еще так. Это очень мягкое слово для того, что происходит. Значит, что здесь сделано? Здесь сделано, на самом деле, я вот удивлен, производитель пишет, согла пишет, что у них все уплотнения металл с металлом. На самом деле, у них вот здесь корпус вставлен из хорошего такого полимера, я так понимаю, это высокомолекулярный полиэтилен, вставлено колечко, по которому и происходит уплотнение вот этой конусной поверхности с конусом корпуса. не знаю, мне это решение очень нравится и пока опыт показывает, что никто не возвращается, потому что здесь требуются в общем-то не сверсткие моменты зажатия, чтобы достичь герметичности. Не знаю, пока выглядит таким вот образом. Покажет, но здесь не даже производитель няшникс таком техническом межними руками инженера спокойно закручивается, да? Ну, без фанатизма, скажем так. Потому что, потому что, опять же, приведу пример, допустим, были такие краскораспылители ЖГА, ЖГА, и у них было уплотнение, алюминиевый корпус, это ручные распылители, уплотнение алюминиевый корпус со стальным столом, и, значит, люди, здоровые наши ребята на производстве тянули так, что тянулись резьбы, вот эти вот, которые, алюминиевые резьбы, они с такой, да, оно происходило деформация, и по итогу выходил из строя корпус распылителя, но сами понимаете, это все, это распылитель на замену, корпуса никто в распылителях не меняет, кроме нас, мы можем поменять на права этого. продолжаем, да, 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 что у нас дальше, дальше, вот, условная схема подключения, да, условная схема подключения с распылителя, что мы видим, ну, в самом стандартном, простом, базовом варианте, вот базовая версия этого распылителя, ВИ-4000, вот он так подключается, значит, это насос, с оголом, и нашел с оголом, мы поговорим, да, для подачи, он подключается напрямую с одним из входов, по воздуху происходит, вот это вот, то, что мы видим, это управление, управление включением, выключением этого распылителя, значит, вот это вот устройство у меня тоже, я вот вспомнил свои, как бы, первые ощущения, когда вот я с этим сталкивался, по промышленной пневматике у меня был нулевой, нулевой базовый уровень, вот, и вот все время были вопросы эти, сейчас все это проще, вот, потом выяснили от существования коммунцев, вот так вот так это выглядит, ну, вот это самое просте, в принципе, они все похожи, называется очень трехлинейный двухпозиционный пневмораспределитель, значит, работает таким образом, значит, вот отсюда из выхода идет вот эта вот пневмотрубка, она обычно либо шестерка, либо четверка, если это покороче, ну, вот так вот, обычно шестерка ставится, то есть внешний шейк, а это и вот больше-то фитинга, здесь она вот и рассчитана обычно, и вот, идет, идет вот сюда вот, а сюда подводится сжатый, сжатый воздух, ну, естественно, его уровень, значит, задается отдельным гневморегулятором, вот, это, базовая, это 4 гетабара, вот так, на самом деле, длиннейший может работать, это зависит от работы, то есть, прижатие вот этого, а это вот выход свободный, и, значит, что происходит, в выключенном состоянии, у нас вот этот вот канал, где этот воздух, нулевой, но он соединен с атмосферой, у нас вот эта вот трубка с 12 атмосферой, то есть, там давление атмосферное, как только он включается, включается он электрическим сигналом, в данном случае, 24 вольта, может быть, 12 вольт, это может быть, любой другой уровень, в зависимости от того, какая у вас система управления, значит, происходит переключение, этот канал перекрывается с атмосферой, и подается сигнал, избыточное давление, ну, 4 вара, можно говорить, и отнимается, иголочка, нажимается, и старик, пошел пройти. В многих случаях, значит, особенно в современных инструкциях, очень многие позвонили, рекомендуют вот сюда, вот еще вставлять, называется, сбросу давления, быстро давления, клапан сброса давления, быстро давления. и, естественно, вот это, это уже уровень сигнала давления на вход, атомизация на ширину, хватит, вот он есть, один, такой вот, это, что у нас приходит на обычный, ручной пистолет. А здесь схема еще расширена, значит, это когда у нас отдельно мы пользуемся каналом дистанционного регулирования ширины факела. Здесь нужно еще дополнительно, такой же, ровно такой же пневмораспределитель, вот, ставить на линию подачи воздуха на формирование ширины факела. Почему? Потому что он идет в обход клапана, пневмоклапана, интегрированного в сам, как бы, распылитель. Поэтому чуть-чуть это посложнее будет, значит, на самом деле сигнал управляющий можно засинхронизировать этот вот с этим. Поэтому проблем нет. такая схема. Такая возможность есть. Поэтому тоже хорошо знаки. Ну, в основном управляющий сильно не надо. Хорошо. Значит, этот слайд нам о чем говорит? О том, что автоматические краскораспределители это практически всегда система принадлежитной подачи. И здесь мы изобразили Я видел, так сказать, первый стоит ванной с краской под ней с мотелком я сказал практически всегда. Почему? Потому что я еще об этом еще это расскажу. Вот. самая надежная, примитивная, ну, имеющая определенные недостатки это система подачи. Но основная недостатка это что-то до малокрасок. И это, и для промывки это тяжело. Ну, в общем-то, минусы есть, но в клубе это цена, конечно. Цена и надежная. И надежная. Ломаться там нечем, да. Ни мембран, ни мембран никаких. Залежка, залежка, да. плотняющая прохладка и регулятор пенематический. Совсем надежный. Совсем надежный. Копеечный, очень надежный. Значит, базовый вариант сейчас и современный это подача низкого давления, если мы говорим, о распилителях низкого давления. Пневмораспилитель. Это мембранные насосы. У нас линейки есть но пока это саголовские насосы DM-400 и DM-300. Фиксик послабее. И для подачи для оборудования высокого давления это линейка насосов Прайдер. Значит, это пунжерные насосы высокого давления. Это насосы либо насосы Штайр тоже есть, да, это бюджетная линейка компании. Почему значит есть возможности варианты иногда это очень хорошо играет все-таки подача самотеком, скажем так, или даже не самотеком а самовысом получается. Вот. Само хорошо. Да. Значит, у нас есть клиент, который использует распилители ровно такие для проведения тестов краски там очень значительное количество материалов естественно ни о каких насосах речи не идет потому что там идет речь 50 миллилитров материала. что делали туда устанавливали в общем фактически обычный бачок обычный но это требует конечно воздушной головы которая работает на системе с гравитационной гравитационной так как у нас эта линейка совместима с распылителем 400 там есть такая голова x96 вот она обладает возможности директивы материалы вот замечательная работа смысл сегодня конференция был в том что во-первых эта конференция записана как я еще раз говорил повторяюсь мы приведем божеский вид и кому надо напишите мы передадим ссылки конференцию и так далее вот будет выложена она на ютуб каналах там на телеграм моллиграм значит есть очень хороший пласт индустриального оборудования который интересно продавать и он не новый он не новый он уже продается десятилетиями то есть часть мы можем сейчас люди находятся в пространстве не понимая куда им дальше двигаться потому что вы уходили вроде сейчас да многие многие компании производители по уходили мы очень успешно уже заменяем уже успешно заменяем для того чтобы мы еще более успешно это делали как бы мы вот решили провести цель вот такие вот семинары есть определенный спрос на бюджетную линейку и хочу я вам сказать как коммерсантам что бюджетная линейка будет но вы имейте ввиду что это не панацея потому что она поэтому называется бюджетная линейка что как бы она будет немножко по-другому работать потому что много в принципе бюджетных пистолетов продается много но спрос на нормальные пистолеты он не уменьшается не уменьшается имейте ввиду потому что люди да зачастую начинают вот статьи потом понимают что это не то что им надо это то что они хотели бы получить при использовании там робота или камера красочной магической и начинают искать то дать им возможность красить с более высоким качеством красить и возможности для робота например им нужны какие-то дополнительные а вот эти бюджетные пистолеты не могут им это дать у нас есть и так и так распылители они есть разные разных серий как мы вам сказали поэтому смотрите наблюдайте давайте работайте в этом направлении оно очень хорошее очень интересно можно позвонить либо мне либо Владимиру Валентиновичу если какие-то вопросы конкуртироваться вы видели где-то робот стоит спросите а что там какие-то пистолеты а нравится не нравится собирайтесь еще где-нибудь на ВДНХ робота Федоровны без пистолета те сразу туда на тебе Федя пистолет покрась нам МКС как бы так для всех вопросов будет ли работать безвоздушное распыление в космосе пишите пишите ваши комментарии смотря кто будет это пусконаладку производить вопрос очень интересный серьезный короче на этом мы хотели бы завершить нашу 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 конференцию да если у кого-то есть вопросы тогда проще 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 Добавил субтитры DimaTorzok